Ощутить свободу, увидеть красоты природы и посетить новые города, обходясь без отелей. Так молодая супружеская пара, он юрист, она врач, приобрели кемпер, дом на колесах. И решили исполнить свое давнее желание – посетить Дагестан. Движение, ну, каравайник называется, была мечта давняя. На самолет сел пять часов и ты, допустим, с одной точки в другой точке. А у нас страна большая, вот хотелось посмотреть, попутешествовать. Моя жена мне предложила отправиться в путешествие в Дагестан. В Махачкаре остановились, вот вы можете посмотреть возле моря. Такой вид ни один отель, наверное, не предоставит. Вот только из-за этого мы решились. Вот у меня была такая мечта, чтобы я из окна с утра видел море. Трейлер похож на маршрутку со спальным местом, в котором еще можно и готовить. Марьям признается, что о караванинге узнала впервые от супруга. И каждый день находит в таком способе путешествий новые плюсы. Плюсы большие в том, что, во-первых, не надо думать о ночевке, где переночевать. То есть все свое. Можно приготовить еду, когда нужно будет намаз почитать, омовение сделать. То есть это преимущество очень множества, удобство, и можно с семьей путешествовать, с детьми путешествовать. Самым большим желанием супругов стало воочию увидеть духовный центр пророка Исы. И его главное здание, самую крупную мечеть во всей Европе, которая вместит до 50 тысяч человек. Для этого семья даже наняла специального гида, который рассказал о ходе строительства исламского сооружения, его особенных чертах и интересных архитектурных решениях. Размеры мечети у нас какие? 200,56. Шикарно. Женский уголок откуда начинается? Начиная отсюда, вот, 2400. Вот именно здесь пришел. Такой огромный проект я вижу впервые. Впечатлен, естественно, проектом таким впечатлен. Есть очертания, на данный момент есть очертания мечети пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалам, в Медине. Я был впечатлен тем, что народ Дагестана участвует в строительстве, точнее строит этот проект, участвует в этом строительстве. А также знаю о том, что сенатор Сулейман Каримов, насколько я знаю, он взял на себя строительство данной мечети. Это очень хороший объединяющий фактор, хороший пример для остальных, проживающих на территории России. И сколесить всю Среднюю Азию планируют Деловар и Марьям в долгосрочной перспективе. А пока, прогуливаясь вдоль побережья Каспия, строят планы на ближайшие несколько дней. Дербент, Сулакский каньон, Салтинский водопад и другие туристические объекты Дагестана.